Пять континентов и более 500 участников. Бакинский глобальный форум вновь собрал ведущих политических и общественных деятелей со всего мира. Во второй день в обсуждениях приняли участие действующие президенты Македонии, Албании, Молдовы, глава МИД Азербайджана. В числе обсуждаемых тем региональная безопасность, будущее стран Балканского региона, глобальные экономические вызовы и особенности внешней политики Китая, страны, обладающей одной из самых крупных экономик мира. Сейчас Китай находится на пути устойчивого развития. Нами чётко сформулированы будущие цели. Они отвечают интересам не только Китая, но и многих других стран. Актуальные вопросы, острые проблемы и поиск путей их решения. Форум стал важной площадкой для налаживания диалога между представителями различных культур и взглядов. Для участия в нём многие приезжают в Баку уже не в первый раз. Я принимаю участие в форуме уже в четвёртый раз. Для меня это очень интересно — встречаться с лидерами из разных стран, узнавать их мнения по различным вопросам, обсуждать те глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Я могу сказать, что с каждым годом темы обсуждения становятся всё более интересными. Если вначале это были темы, касающиеся региональных вопросов, то впоследствии темы обсуждения становятся всё более глобальными. С каждым годом качество выступлений и качество форума улучшается. Те вопросы, которые обсуждаются, они очень актуальны для международного общества. И мне кажется, оно выносит очень актуальные вопросы и также решения. Самое главное, чтобы к этим решениям прислушивались бы и в них внедряли. Как отмечают гости форума, проведение мероприятия такого масштаба в Азербайджане говорит о высоком уровне развития, которого страна успела добиться в короткие сроки. Азербайджан вновь обрёл независимость 25 лет назад. И, как отметил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, для многих стран бывшего Советского Союза Азербайджан может послужить важным примером для построения процветающего стабильного государства. Азербайджан довольно выгодно отличается от других стран. Благодаря чему? По моему убеждению, благодаря высокой культуре, руководству, высокой образованности. Такой образованности во многих странах нет. Брать пример просто с Европой, вот по объединению, брать пример с Китая невозможно. Создание мостов для построения инклюзивных обществ. Таков девиз 6-го Бакинского глобального форума. В Азербайджане такие мосты были построены столетия назад. Здесь, веками, в мире и согласии проживают представители более 30 разных народов и культур. Сегодня, когда в мире вновь и вновь вспыхивают вооружённые конфликты на национальной почве, а проблема терпимости и толерантности во многих странах стоит особенно остро, опыт Азербайджана имеет важное значение.